Военно-морской музей обещает сохранить подъем флага и караул на «Авроре», несмотря на то, что сегодня утром военные покинули крейсер. На борту осталось лишь восемь членов гражданского экипажа. Уходом моряков обеспокоены сотрудники музея. Говорят, это может существенно повлиять на состояние крейсера «Легенды». Если бы гражданские лица приняты на их место, то это один вопрос. А раз и гражданских нет, и военных, то обеспечивать живучесть корабля практически некому. Есть старший на корабле, на нем и висит ответственность. Хотя у него возможностей намного стало меньше в связи с уходом моряков. Напомним, легендарный корабль вывели из состава вооруженных сил. 14 матросов должны были покинуть крейсер еще 1 августа и оставить его полностью в видении музейных работников. До сегодняшнего дня все военные ритуалы на «Авроре» сохранялись. Андреевский флаг не был поднят должным образом впервые за всю историю крейсера. И такого позора, который мы видим сегодня, когда некому на «Авроре» было поднять Андреевский флаг, на ней, наверное, не было никогда. «Аврору» сначала надо обследовать. Корабль стоит на воде 25 лет, и, безусловно, нужен серьезный ремонт и докование корабля. И кто его будет выполнять, до сих пор не ясно. Я не уверен, что военно-морской музей способен отремонтировать корабль. Директор Центрального военно-морского музея Андрей Лялин переменами на крейсере не обеспокоен. Об этом он сегодня заявил журналистам. По его словам, все воинские ритуалы сохранятся. Поднимать флаг будут нахимовцы и кадеты, лучшие из лучших. Сам корабль перейдет на вневедомственную охрану, как и все объекты культурно-исторического наследия. Военно-морской музей обещает сохранить подъем флага и караул на «Авроре». Несмотря на то, что сегодня утром военные покинули крейсер, на борту осталось лишь восемь членов гражданского экипажа. Уходом моряков обеспокоены сотрудники музея. Говорят, это может существенно повлиять на состояние крейсера «Легенды», который и так нуждается в капитальной реставрации. Правда, сначала нужно понять, что именно ремонтировать. «Аврору сначала надо обследовать. Корабль стоит на воде 25 лет. И, безусловно, нужен серьезный ремонт и докование корабля. И кто его будет выполнять, до сих пор не ясно. Я не уверен, что военно-морской музей способен отремонтировать корабль». Напомним, легендарный корабль вывели из состава вооруженных сил. 14 матросов должны были покинуть крейсер еще 1 августа и оставить его полностью в видении музейных работников. До сегодняшнего дня все военные ритуалы на «Авроре» сохранялись. Андреевский флаг не был поднят должным образом впервые за всю историю крейсера. «И такого позора, который мы видим сегодня, когда некому на «Авроре» было поднять Андреевский флаг, на ней, наверное, не было никогда». Директор Центрального военно-морского музея Андрей Лялин переменами на крейсере не обеспокоен. Об этом он сегодня заявил журналистам. По его словам, все воинские ритуалы сохранятся. Поднимать флаг будут нахимовцы и кадеты, лучшие из лучших. Сам корабль перейдет на вневедомственную охрану, как и все объекты культурно-исторического наследия. Поднимать флаг будут нахимовцы и кадеты, лучшие из лучших. Сам корабль перейдет на вневедомственную охрану, как и все объекты культурно-исторического наследия. У одного из символов Петербурга сегодня печальный день. На мой взгляд, целая эпоха закончилась на крейсере «Аврора». Сегодня корабль покинули военные. И если раньше на ветеране морского флота кипела будничная жизнь, то теперь у крейсера начинается настоящая старость. «Аврора» выходит на пенсию. В эти минуты рядом дежурят сотрудники полиции. Я напомню, на корабле, который был выведен из состава вооруженных сил, оставались 14 матросов. Они должны были уйти из крейсера еще 1 августа, оставив его в руках музейных работников. Однако гражданские служащие в буквальном смысле не отпускали военных, объясняя это тем, что не смогут полноценно обеспечить обслуживание корабля. Днем на крейсер посетители пускали только группами. Правда, Андреевский флаг все-таки подняли. Наш корреспондент Олег Кузьмичев убедился, после отъезда военных легендарный крейсер буквально осиротел. Сейчас на крейсере «Аврора» не видно абсолютно никаких признаков жизни. Наружное освещение корабля не работает. Из окон иллюминаторов света также не видно. А вот на палубе самого крейсера до сих пор красуются два Андреевских флага. Хотя «Аврора» уже не часть военно-морского флота. Тем временем в музее обещают, что все традиции крейсера будут сохранены. Вот как прокомментировал нам дальнейшую судьбу крейсера директор Центрального военно-морского музея Андрей Лялин. Все эти воинские ритуалы, которые являлись вставляющей нашего крейсера, в том числе это было и имидж Санкт-Петербурга, они останутся. Это и подъем и спуск Андреевского флага, это та вахта, которую несли моряки. Но, как и было предписано с 1948 года, когда корабль был поставлен на вечную стоянку и в дальнейшем был учебный база на Химовском училище, как раз мы вот эти функции, и это было бы объективно и правильно, что они должны быть вечно на плечах подрастающего поколения, которых выбрали в морскую и военную профессию. Дирекция Центрального военно-морского музея направила письмо в управление вневедомственной охраны при главном управлении МВД по Петербургу и области с просьбой взять «Аврору» под свое крыло. Однако пока решение об охране легендарного крейсера в ведомстве не принято.